Электронный вариант. Жители России смогут получать электронные квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг на портале госуслуги. Нововведение планируется запустить в этом году, об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько. Небо закрыто. Росавиация вновь продлила режим ограничения на полеты в 11 аэропортов Южной и Центральной части России. Запрет будет действовать до 25 мая текущего года. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. С миру по нитке. Краевое Минсоцразвитие продолжает прием гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Соликамский сбор идет на улице Советская, 48. Принимают продукты питания, средства личной гигиены, канцелярские принадлежности и игрушки. Телефон 433-83-430-28. Узнай свой статус. Соликамцев приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Сдать анализ можно бесплатно до 20 мая в консультативно-диагностическом отделении по профилактике и борьбе с ВИЧ-спид. Тестирование проводят с 8 до 14.00 по адресу 20-летия Победы 10. Ближе к спорту. 21 мая спортивные школы нашего города проведут дни открытых дверей. Школа Олимпийского резерва «Олимпийцы» ждет гостей в 11 утра по адресу Проспект Строителей 1Г. Физкультурно-здоровительный центр приглашают желающих в 12.00 по адресу Проспект Ленина 15. В программе показательные выступления и мастер-классы «Зарядка с чемпионами».